друзья всех приветствую на канале мхай подписывайтесь стараюсь людям доносить полезность чтобы знали все понемножку различные бытовухи и не только вы видите на экране речь пойдет об отвертках свершилась мечта идиота обзавелся вот такими брендовыми отвертками уже наконец таки сейчас я вам расскажу про эти отвертки не торопитесь у меня обычно подробные все обзоры что у меня сподвигло купить вот именно брендовые и вообще я хочу согласиться со многими по поводу того что лучше один раз нормально купить пусть чуть чуть подороже но купить нормальные отвертки или инструменты или вообще какие-нибудь предметы у меня работа связана с тем что мне приходится применять инструменты ну пока такая работа да у меня разные работы но но одна из работ это вот использование инструментов и вот смотрите вот у меня вот такой набор вот я уже его как-то однажды показывал это китаец китайский набор да тоже желтенький смотрите такой симпатичный сколько тут отверток 2 4 6 7 7 отверток до приходится кое-какие сборочные работы проводить и вот смотрите видите вот что с этой отверткой стала на нескольких объектах где мне приходилось кое-что собирать но в частности мебель подрабатываю собираю мебель вот смотрите эти вот так вот так и и слизывает она как бы вроде хром ванадиум до хром ванадиум так не должен слизываться то есть это уже здесь обман это отвертка ну а то опять же от одной вездесущей компании китайской может кто-то узнает ее я ее называть не буду кстати это не реклама здесь я хочу рассказать просто про сравнить качество отверток китайских и брендированных кстати вот эти не брендированных а брендовых это вот именно брендовая брендированные могут быть вот эти вот вот такие отвертки с разными названиями от разных уже импортных производителей с различными там российскими названиями или заграничными которые мастырятся под бренд типа с ну с легендой о том что они там известные заграничные бренды кстати китай китаю рознь вот я хочу сказать прежде чем я расскажу про это извините за то что вода немножко воды вот смотрите китайская отвертка тоже желтенькая это уже ударная отвертка да вот она тут граненая с бойком тут стержень через всю ручку проходит она тяжелая китайская я по ней бомбил долбил она вот она по качеству классная но вот эти отвертки можно встретить у знаменитых брендов потому что знаменитые бренды тоже закупают или за размещают заказы на хороших китайских заводах и потом наносит логотип а китайцы потом новыми запускают или наши вот опять такие вот прибегают и размещают заказ там со своими логотипами ну и попадается хорошая китайская отвертка вот как это вот видите это ударная вот это вот я сколько и сколько ими работал вот они не гнутся не слизываются сталь написано профессионал сталь s2 они разные да там лишь лицевые и крестовые итак перейдем вот к этому набору меня что удивило он абсолютно не китайский не китайские хотя на сайте где заказывал написано что производство китай в итоге выяснилось что он сделал во франции то есть фирма стэнли она сейчас но активно производится во франции стэнли всем известно это американская компания с большой историей с хорошими инструментами там есть просто стэнли стэнли фэт макс достаточно знаменитая на весь мир инструментальная компания кстати про стэнли в прошлом ролике тоже вот засветился момент про перфоратор как наши работяги работают перфоратором если хотите посмотрите ссылку оставлю в описании или вот тут здесь подсказочка вот тут вот кликните и увидите потом перейдете посмотрите итак смотрим вот так остановились на то что во франции до производится но что больше всего удивило вот здесь вот этикетка на которой указано о том что произведены данные отвертки непосредственно в германии на заводе и здесь есть этикетка я сейчас не этикетка а данные о том что кроме того что вот здесь написано сделано во франции вот здесь указано товар из бельгии то есть бельгийская бельгийская какая-то здесь регистрация идет и все про китай нигде ничего не сказано вот покупал вот здесь вот вот смотрите вот в этом магазине тоже не реклама причем когда покупал произошел косяк с покупкой я перезаказывал вот этот комплект он запечатанный идет до полностью но тут такие наклейки я их собрал вот они видите полукруглые если видно вот скотч я их содрал открыл косяк от магазина какой произошел вернее к косяк при заказе какой произошел нет несмотря на то что это все было тоже запечатано не хватало одной единицы в комплекте здесь 10 штук в комплекте оказалось 9 хотя был полностью запечатан комплект не хватало вот одной маленькой отверточки это я вам подсказываю для того чтобы вы если будете заказывать в этом надежном магазине опять же вот в этом надежном магазине а он надежный я этот ну как быть вам подтверждают в этом магазине если будете заказывать и получать на пункте выдачи или если вам курьер привезет сразу проверяйте чтобы оформить возврат я так не сделал я на пункте выдачи не проверил принес домой распечатал открываю там 9 штук меня это конечно очень сильно удивило но и я оформил на сайте тут же оформил на сайте возврат без проблем именно возврат не замену я отправил обратно на пункт выдачи все приняли без беспрекословно на сайте там у них конечно написал ну негативный отзыв они там извинились перезаказал товар несмотря на то что отправил этот товар обратно и денег еще не зачислено было они сказали ждите в течение пяти дней зависит от банка терпите я сейчас вот расскажу чтобы вы знали я просто хочу нести полезность чтобы люди боятся покупать в интернете я тоже до какого-то момента боялся раньше в интернете затариваться потом потихоньку начал затариваться но в таких в проверенных магазинах до репутацию смотрю и никогда не было косяков этот впервые произошел косяк вот с этим с этим магазином и вот я вернул и заказал сразу еще один такой сразу по цене кстати по очень привлекательной цене везде вот этот вот набор посмотрите в интернете он около 2000 рублей стоит а где-то есть и 2900 уже я приобрел в черную пятницу так получилось да я не стремился приобретать именно в черную пятницу вот 1300 рублей не обошелся вот такой вот шикарнейший набор и перейдем вот к непосредственно к уже рассмотрению этого набора да сразу хвалю вот этот набор что набор шикарный в таком вот кейсе отличие конечно от китайского ну колоссальная сразу скажу вот я его открываю вот смотрите кейс достаточно плотный вот эти вот вот эти штуки кстати не как на китайских они хоть и без петель да такие гибкие но не хрупкие то есть они будут жить вот эти но мне кейс не нужен будет программ по работе я в общий кейс вот это все сложу это я вам сейчас все показываю и так вот берем обычную отвертку 2 philips вот смотрите написано вот здесь вот она я еще их не применял но я в них уверен вот такая вот рифленая рукоять да но она как пластик похоже вот тоже вот как вот это вот но немножко как бы сейчас вот аналогичную возьму да ph2 да вот вот китаец и вот американец так скажем французского разлива да но по длине вот этого китайская она длиннее но преимущество в длине но полный косяк конечно вот в том что она абсолютно пластилин пластилин то есть я там пытался закаливать потом нифига на ничего это не не подходит это все моменты и вот вот эти сразу скажу что ну качество шикарная ручка немножко не не такая пластмасса как вот здесь вот здесь вот резина посмотрите она приятная на ощупь здесь какая-то она такая вся шершавая я в подробностях вам сейчас рассказываю это для того чтобы вы знали убежден в том что многие стоят перед выбором какие отвертки купить но кто понимает да я вам сразу горы покупайте сразу хорошие лучше переплатить 500 рублей там больше да но вы не будете потом бегать за отвертками там за инструментом покупать еще один второй третий раз 10 раз там что вам потом в сумму вылиться таких же вот инструментов один раз и навсегда там или на долгое время это не слесарные отвертки сразу говорю это отвертки ну такие плови плотницкие ну да они в строительстве могут применяться но я вот для сборки мебели купил ну их конечно можно и в силовых каких-то небольших моментах использовать маслостойкие здесь конечно же вот эти рукоятки у меня будет по столярке тем более ведь они круглые здесь их не ухватить вот как вот эти граненые есть отвертки да вот силовые вот грани то есть можно ключом где-то подвернуть вот так вот ключом захватить и подворачивать и бить в что-то подбивать эти так не получится они не ударны они просто ну для нормальных обыкновенных ну работ монтажных столярных слесарки их тоже конечно можно применять но давайте вот сейчас продолжить по обзору вот этого вот инструмента я не обзорщик профессиональный там не репетирую я спонтанно все показываю мужикам мастерам чтобы знали что есть достойные инструменты и чтобы не было попадоса по инструменту все по инструменталки всякой да чтобы купили и нормально работали значит здесь смотрите 10 отверток вот шлицевая шлицевая до 8 на 150 вот такой шлиц я тут по размерам то я особо не тоже не мастак тут ориентируется 64-921 я не знаю что это такое это артикул но от 8 на 150 это 150 длина 8 миллиметров вот вот ширина походу вот следующая тоже шлицевая до причем смотрите если здесь видно будет если сравнивать шлиц он такой рифлененький да то есть чувствуется или это ковка такая или это такая за . интересно в общем классные отвертки что тут говорить в них может какие-то косяки выплыть да вот смотрите вот здесь вот допустим есть небольшие дну заусенчики ну вообще не критически но облой это когда отливка идет рукояти да то остается но технологические такие обои которые абсолютно не напрягает а и вот тут вот есть кстати отверстия отвертки ну наверное вешать их на крючок или вот так вот где-то проворачивать меня вот так не буду работать мне это не надо вот с этими отвертками для таких работ есть более мощные у меня кстати заказан один товар уже в пути я потом покажу вообще бомбически тоже это отвертки комплект отверток ударных синий bosch professional это вообще бомба я заказал их в америке но они в пути обошлось мне 4000 правда вот эти отвертки а этим вот 1300 на и успел купить они помогли сейчас вот на данный момент в декабре 2020 года пока цену тоже не извините ли так остановился вот на это да это у нас шесть с половиной на 150 то есть вот тут вот шесть с половиной жало да вот это вот тоже шлицевая шлицевая это пять с половиной на 100 я не ориентируюсь я подбираю отвертку вот работаю крутит крутит нормально хотя я знаю не просто так сделаны конечно размеры потому что реально отличие есть в монтаже вот особенно позит позит драйв до отвертка и ph2 они ph1 они похожи но позит драйвовские позит драйверские саморезы шурупы крутится очень плохо ph2 ну то есть ты срываешь шлицы позит драйвера или как он там называется ты не срываешь лиц и то есть у тебя аккуратно работа происходит ну вот так это 5 и 5 на 100 было да то есть это 110 сантиметров она это у нас получается с 15 сантиметров это тоже 15 сантиметров это вот идет маленькая тоже шлицевая все chrome ванадиум да вот здесь вот указано не знаю увидите вы тут зеркально просто написано не выбито дому гравировка это маленькая 6.5 на 45 миллиметров то есть это вот четыре с половиной сантиметра длина и вот такая рукоять я думал на фотографии когда приобретал думал вот это рукоять она покрупнее но она совсем какая-то миниатюр некая но удобно для маленьких работ в принципе прокручивать вот у меня есть тоже вот такая вот отвертка вот маленькая да если сравнивать смотрите насколько отличие вот это ударная да вот тоже кстати ну это китаец но опять же повторюсь ну прикольный юзал везде живучая и вот у меня есть значит вот такая еще отвертка это американская отвертка она у меня уже давняя компания олимпия есть олимпия туз у нас в россии не представлены это мне давно давно когда-то подарили кучу инструментов тоже вдруг из америки приехал хотел заниматься в россии вот этими инструментами не срослось у него что-то вот это вот олимпия олимпия она как делается как в америке так и на тайване да и вот ну размещают заказы о чем кстати я говорил что брендовые товары они не гнушаются размещать свои заказы на знаменитых завод на заводах китае которые изготавливают для знаменитых брендов но это поюзайте интернет вы увидите наберете информацию там все это сказано открыто никто не скрывает это ом система называется такая да ну не речь не об этом вот смотрите вот такая так я извиняюсь что долгий обзор сразу извиняюсь долгий обзор или позже извиняюсь потому что вкратце невозможно снимать и вообще съемка это некий труд ты сидишь напрягаешься там жопу оторвал свою да и вот пытаешься всем донести пользу рассказать что почем в нашем мире да но вот у меня как бы направление вот по технике по всякой бытовушки всякой да но у меня разносторонний канал но вот по крайней мере вот я вот в подробностях хочу рассказать так что если что-то не устраивает или проматываете вперед и либо скорость увеличиваете о чем тоже мало кто знает на ю тубе под видео есть колесик который вы нажмете и просто скоростное вот это просмотр можете все включить ускоренный там на 125 на 1 на полтора сразу увеличить да на 1.75 то и быстро разговаривать начну и вот так вот все у вас начнет мельтешить вот так смотрите тогда или уходите кому не интересно это значит не для вас а тем кому реально интересно оставайтесь всегда рад всегда взаимка и я вас понимаю что вам это интересно вот эти подробности поэтому вот рассказываю и ничего страшного что долго вот такая отвертка вот я сравнил да вот ее немножко опять-таки склонился сравнил вот с этой вот олимпия до отвертка видите вот у нее толстенькая ручка резиновая полностью кстати ну как обрезиненная там внутри очень удобно она не укатывается но я ее вот сейчас вот взял сравнить вот со стены да я думал на фотографии это вот такая оказалась вот такая вот ну вот вот сравните вот так вот это пузатенькая это продолговатенькая такая ну тоже как бы пузатенькая удобная приятная ну ей наверное удобнее крутить я не знаю в принципе разницы никакой нету вот пойдет короче дело нормально и она без отверстия вот маленькие без отверстия уже то есть вот выявился недостаток если вы развесите комплект на крючки то вот эти вот вы не повесите и вот эти не повесите нашел сюда уже момент вот сейчас в процессе съемки вот кстати вот это олимпия да вот она олимпия которая не представлена и вот с ней давайте сравним тоже вот смотрите видите вот это длиннее это короче два американских бренда у этой вот такой вот такая за . в этой вот такая вот за . это приятнее это просто стеклышко да ну запаянно нормально ну крутить тоже удобно тоже старая давняя отвертка вот так вот маленький теперь перейдем к следующей опять же маленькая тоже шлицевая не шлицевая ph2 размер 2 ptx умножить на 45 я не знаю что это такое честно говоря кто знает напишите подскажите в комментариях я не ориентируюсь в этих размерах в этих параметрах я работаю чисто вот так вот увидел саморез и в херачила закрутил аккуратненько или еще как то вот вот такая это тоже четыре с половиной сантиметра вот семь с половиной сантиметров ph1 ph1 на 75 вот вот такой длины если сравнить а давайте я не сравню сейчас вот не знаю вот она вот с китайцем сравнения она покороче китайцем длиннее китаец слизанные это я надеюсь не будет слизываться я видел мастеров у них все нормально с такими отвертками они живут но опять же это не слесарные отвертки это столярно-плотницкие больше монтажные такие вот строительстве где-то подойдут на некоторых моментах опять же без гипер силовых нагрузок вот следующая отвертка ph2 это на 100 миллиметров это вот вот эта вот длина это 10 сантиметров и здесь сжало ph2 то есть ну вот под большинство крепежа вот он вот это вот отвертка она будет постоянно в работе 10 сантиметров и вот если ее сравнить с опять же с китайцем вот она здесь она длиннее китаец короче h2 прошит извините вот вот ph2 китаец людей это короче ну длина не всегда прям супер играет роль хотя иногда бывают моменты где очень далеко надо подлезть у меня есть отдельные длиннющие отвертки если хотите потом обзор сделаю на эти отвертки и вот смотрите вот она 10 сантиметров ну короче нормально пойдет дело и вот это вот 150 ph3 это 15 сантиметров толстая жало и все вот это магнитится давайте вот я сейчас еще раз повторюсь вот магнитится вот сейчас покажу примеры скручивания друзья ой извиняюсь за сумбурность текста опять же все это дело очень тяжело снимать показывает но вот делюсь все равно и так вот вот эти вот отвертки мы обозрели с вами теперь вот переходим вот к этим конечно это не самый большой набор ну вот это из линейки стэнли есть там и по 30 штук и по еще какие-то ручки у всех они сейчас идут одинаковые вот в двадцатом году с двадцатого года у всех вот такие ручки и вот такие вот я вытащил вот эти вот маленькие отверточки вот очень удобные у меня таких не было я надеюсь они живучие тоже вот здесь вот такая вот штучка торец вот он крутится это упираетесь в ладонь смотрите вот многие показывают и никто подробно не говорят как это работает упираетесь вот так раз вот под пальцы вы с упором крутите с упором так то есть она крутится вот видите торец стоит на месте а сама рукоятка крутится носа сама отвертка она вот в этом кейсе видите вылазит за вот у нее свое место жительства в кейсе он здесь по длине она здесь подходит а это сюда но я кейс в итоге ну использовать не буду я в общий ящик это все сложил но это все будет под рукой вот но про кейс давать раз пошла речь да вот тут выбита вот это вот стемли он пластмасса опять же не китайского мне воняет и вот что в этом кейсе есть вот такие петли это судя по всему его наверно можно как-то повесить куда-то в мастерскую и он будет как шкафчик типа того да висеть и открывать его можно как шкафчик такое применение его как шкафчик вешают значит это компенсирует тот момент косячный на наш взгляд на мой взгляд как показалось что вот в этой рукоятки нет отверстия в это есть как полный комплект повесит на крючке то есть повесить полный комплект вот в этом шкафчике сразу в этом кейсе потом будет висеть и в этих нишах все будет держаться да и вот так вот он будет висеть вы будете подходить или в транспорте где-то тоже можно в каком-то спецмобиле да допустим инструментальном вот это тоже так повесить можно я буду без кейса на общий и вот сейчас на ваших же глазах из этого кейса все по вытаскиваю как раз все отвертки и засуну сюда китайские это конечно зашквар но ничего страшного пусть по танки то они кстати по размеру не подойдут ха-ха-ха вот так что китайский вообще можно на свалку выбросить они не лезут по размеру я думал в лесу там он не лезут то есть не взаимозаменяемые какие-то отдельные можно будет положить но не все вот эти вот большие а вот большая влезла ну-ка может быть вот это тоже влезет это она никуда не влезет он самая большая вот это вот большая она отдельно будет вообще где-то где-то жить в итоге и вот сюда я сложу вот эти вот эти китайские они в утиль уходят так и смотрите опять вернусь к этикетке но я в подробностях опять же изменяюсь значит вот это это линейка не fat max а это обычная линейка стэнли но это не означает что это хуже чем fat max fat max не было раньше вообще устанавливать они потом маркетинговая заманила устроили все весь инструмент одинаковые просто fat max там более такой весь симпатичный там кому-то дано чей-то взгляд а так все одно и тоже вот кэшуан грипп называется до переводится вот эта модель кэшин кашин кэшин грипп вот правильное название кэшин грипп это мягкое завинчивание то есть так вот гладкое завинчивание или как легкое непринужденное завинчивание вот так вот это вот такой слоган и видите он зарегистрирован у них как торговая марка трейдмарк а вот здесь вот буковка r так сейчас вытяните светится чуть-чуть а здесь вот буковка r это буковка r означает регистрейт это то есть авторское право есть на этот знак а это слоган их не да это мягкое завинчивание это торговая марка и fat max также зарегистрирован стенды fat max и у них все это в одну кучу у них нету там разделение профессиональные непрофессиональные у них хоть все для профессионалов и этого тоже профессионально вот посмотрите видите у них даже вот два вида логотипа да вот нас написано регистры до трэдмарк и вот про бельгию кстати вот кому интересно про бельгию опять же это про францию но реально во франции сделан про китай ни слова вот сейчас давайте я вам продемонстрирую на брусочки работу ну нескольких отверт я приготовил саморезики значит вот такой вот по столярке по плотницким дали вам по дереву такой по металлу все это вкручивать шлиц здесь ph2 ph2 вот эти черненькие они все идет также у меня идет такая вот с пресс-шайбой да тоже это ph2 ну кровельный или как не обязательно кровельный человек называют кровельный непонятно для всего там за один позит драйв но тоже они похожи кстати pz2 да вот все думают разницы никакой на самом деле здесь немножко вот это вот по-другому сформировано вот это вот вот этот крестик и вот у него такие вот лучики есть вот это означает это метка о том что это pz-pz там pz-1 pz-2 разные бывают так что давайте сейчас приступим беру ph2 вот она давайте посмотрим она магнитит магнитит вот тяжеленький не не сильно подымает и магнитит вот непосредственно здесь у шляпки смотрите вот раз поднимает чуть-чуть тяжелый не удерживает здесь не магнитит здесь магнитит здесь не магнитит здесь магнитит да давайте вот смотрите вот я установил придавил чуть-чуть его вот и давай вот вкрутим вот и вот она четко схватила шлиц встала и нету никакого люфта кстати я вам хочу сказать вот что отличается от китайских вот он плюс еще один и закручивается смотреть рукоятка очень удобно кстати она не круглая она такая гранененькая да и вот я перехватом вот этим вот смотрите вот пальцы да вот перехват делаю вот то есть вот тут давлю большим пальцем здесь вот перехвачиваю вот и вот такой вот эффект происходит смотрите раз то есть я не буду докручивать для конца что стол не портить вот на весу вот нормально нормально сразу говорю будет живу жить отвертки будет жить то есть ей вообще пофигу на смотрите его ну вот эта краска или как она там подтерлась конечно но ей вообще пофигу на вот эти грани если китайской ладно давайте сейчас возьму китайскую сейчас я вам покажу сейчас мы сравним все таки смотрите какая жуть во первых вот ставили вот это ph2 вот он написано ph2 125 миллиметров то есть 12 миллиметровая для смотрите смотрите что произошло вот видите вот как вкручивает смотрите она полностью вот то есть ею она вся съелась смотрите вот пример прямо на ваших глазах смотрите опа вот она вот это вот такой косяк китайский и вот берем да вот я сейчас сюда положу это для примера кстати кладу аккуратно чтобы она не укатилась это вот один из факторов что с круглой ручкой не надо брать я об этом уже как-то снимал видео а вот это вот ну у нее хоть и круглая но немножко граненая ведь и раз и встала на месте а эту положила на укатилась потом ее ищи на монтаже когда ты вот меняешь отвертки вот это вот геморрой кто понимает и знает тот меня поймет поставить лайк между делом и подпишется продолжающих завинчивать вот эти у китайца люфт слизалась все все нафиг блин уничтожилось вот он опять повторюсь смотрите ой вот это да смотрите это ржака и умора вот это вот это вот достойную вещь кстати тест на ваших глазах друзья вы меня простите что долго смотрите запоминайте я несу полезность на своем канале подсказки вы если стоите перед выбором да вы хоть посмотрев вот наши наш канал мой канал такие каналы как вот мой вы будете знать стоит брать или не стоит и смотрите вот я и докрутил пока вот со своей болтологии здесь вот продолжал да по всем этим момента докрутил легко и непринужденно да вот в такую деревяшку и еще смотрите вот на силовое пошло да смотрите я могу ее вообще туда все вот она все эти вдавил ее вот шляпку что происходит у нас теперь с этим с отверточкой ничего не происходит ничего то есть она не слизывается абсолютно и даже нету даже намека нету на какой-то сын это то есть еще раз говорю что выживет будет жить еще раз вот ну опять же еще раз повторюсь конечно вот это отвертки для столярно-плотницких работы нет для слесарки но для слесарки но для умеренной для слесарки есть силовые ну такие ударные отвертки автомобиль если чинить это тоже можно чинить они тоже подойдут но есть специальные наборы автомобильные ну их тоже можно конечно променять и в столярке мне вот вот эти вот просто еще и привлекательны по своему внешнему виду вот я выкрутил так кому долго это все дело до проматывайте или уматывайте здесь специализированный канал то есть вот этот вкрутив вот этот вот саморез смотрите отпадает необходимость но в закручивание вот этих вот всех самолетов смотрите причем опять же держится опять же держится да смотрите опа нормальная тема тут конечно не стопроцентный магнит который будет хватать и вам магнитить все нас и тут условный магнит вот так вот под к себе вот так подтянуть вот так подтянуть но если вы хотите их супер на магнитить да если опять же на магничивать или да и в том же стэнли продается вот этот вот намагничивать ли так под магнитить и себе тогда вот это дело вот можно под магнитить вот они везде продаются эти намагничивать или вот плюсиком раз так вот подержали вот раз вот вот раз и все под магнитить это не супермагнит там который должен быть прям стопроцентный магнит магнит магнитить все то то некоторые скажут они магнитят говно отвертки а то что она закручивает нормально да то никто на это и потом не обращает внимание вот смотрите закручиваем это саморез тоже столярно-плотницкий но с мелкой резьбой преимущественно его используют для металлических соединений ну в дерево тоже можно кстати ничего страшного в этом нет есть такие моменты скомбинированные когда и дерево и металл надо соединять вот пожалуйста применяют вот эти и вот ph2 h2 вот мы вот этой длинные отверстики давайте попробуем короткой вот короткий коротенькая стендри да вот давайте вот так тоже все спокойно нормально кстати тема удобно очень конечно непривычно после моих пузатеньких да вот закрутил давайте пузатенькую попробую сейчас сравнивать возьмем вот пузатенькая олимпия который оговорил и на закрутим опа царапаю стол под выкручивать этот а ну вот и я уже это начал до выкручивать но в принципе по удобству так ну-ка я не понял еще раз на ваше по удобству это вот ну радует всегда вот эта олимпия вот кстати эти а бросила она остановилась это вот о чем я говорил о преимуществе вот таких вот это бросил тоже остановилась но она не такая граненая она немножко кататься но вот эта резина ее останавливает вот эта большая и тут ведь и как тракторный протектор такой есть такой дизайн сделали как под тракторную резину не знаю видно будет не видно а вот вот эти типа тракторный протектор такой автомобильные колеса то есть вот это вот смотрите классно закручивать пузатенькой вот мы не пузатенькая стены да вот сейчас да то же самое все нормально тоже удобно все вот видите она такая вот тоже видите не стопроцентный кружок у неё круг я ее чувствую чувствую это очень важно чувствовать инструмент в столярке особенно монтирование шкафов встроенных там ниш антресолей всяких да это все столярка плотницкие работы это двери плентуса подоконники окна все остальное мебельная это столярка вот если что кто не знает на столярка это столярка плотницкие работы это плотницкие работы вот закрутил нормальная тема все вот протестировал пару таких отверток мы с вами все убедились что бомбические просто бомбейские отвертки китайцы сейчас возьму опять же китайцы где китайцы вот китайцы ну на откручивание да вот слизанный слизанный вот этой вот на откручивание вот у нас слизанные отвертки в комплекте допустим да нет хороших вот такие есть и нас жаба душит покупать хорошие что мы получаем от плохих из-за своей жабы вот неустойчивость проворачивания ведь она она крутит она крутит да она крутит но в итоге смотрите через раз раз и все ой смотрите пока болтал еще больше смотрите это просто зашквар конкретной made in china или как у нас принято говорить говорить моды in china вот она моды in china моды in china моды in china я откручиваю дальше модель чина на откручивание все не хочет все сейчас приложу чуть-чуть усилий должно подхватить и вот вот она мучения работы китайским инструментом но на москве мы еще как открою всем секрет вот это отвертки fit не хотел называть но вот fit fit у них есть хорошие позиции кстати профи что хочу сказать вот это вот ударная вот она вот она fit да но вот у fit а инструмент инструменту рознь видите вот этот вот они заказали на хорошем заводе она не убивается а вот этого они за заказали на плохом заводе она мягко или на плохом заводе говорили давайте купить закупку сделайте подороже мы вам хорошие качественно сделаем а fit это санкт-петербургская такая компания там с какими-то уральскими корнями замастырившись и под канаду до которой они говорят что они типа родом инструмент короче легендарные из канады это все вранье они такие решили на этом заводе им сказать да не не надо и так пойдет давайте подешевле у нас люди в стране не богатые нищеброды и нам надо подешевле чем чуха нести тем жига нести так вот вот результат я ее отбросил эту отвертку потому что невозможно уже откручивать маленькой вот эти вот сейчас продолжу откручивать удобно кстати но на откручение вот взять длинные ручки тоже полноценно и вот смотрите опа нормально то есть силовое более такое дорогие зрители дорогие мои друзья ребятишки вот такие вот отвертки вот они качественные качественные и вот вы видели ранее некачественные ну и тут засветился вот намагничиватель такой вот кстати есть такой же от стены этот я не знаю это тоже к этому мы непонятные да но рабочая фигня друзья буду еще показывать про инструменты подписывайтесь не забывайте не потеряйте ставьте лайк и спишите комментарии на этом у меня все вот с этими вот инструментами свершилась мечта идиота всем пока